Привет, друзья! После новогодних праздников надо как-то возвращаться уже в исходное русло, привычное. И вот я решила сегодня себе такой завтрак сделать. Напомнить, что правильное питание надо соблюдать. Вот, и, в общем, сделала себе такие роллы, рулетики из того, что фактически было. Были у меня, собственно, вот эти мультизлаковые лепешки, куриная грудка, огурчик и перчик. Они там виднеются, болгарский. Ну, единственное, что соус, в котором я тушила курицу, теперь новый, поскольку тот, который я обычно использую, кончился. И сегодня у меня был соус тарияки, и я добавила для антуража еще кунжутных семечек. Люблю кунжутные семечки, и тем более соус тарияки, и грудка куриная, и кунжут, они просто, ну, созданы друг для друга. Вот. В общем, два вот таких милых рулетика. И, естественно, зеленый чай в новой кружечке. Приятного аппетита. Пока-пока. Привет, друзья. Как вы, может быть, заметили, у меня новая прическа. Это я потом вам расскажу. Все-таки пришлось мне постриться. Ну, а сегодня хотела... Так, маленький, как бы, кусочек от влога. Пришла куча посылок. И хочу вам так, мельком сказать. Пришли две посылки с наклейками. Но они от разных производителей, от разных продавцов. И должна прийти еще третья. Я вот жду, когда придет третья, чтобы снять их все вместе. Обзор на них. Потому что очень смешная история. Я заказывала одни и те же наклейки у трех разных продавцов. И я бы хотела с вами поделиться вообще, по какой причине это произошло. И почему я так сделала. И какие, собственно, пришли наклейки. Хорошие или плохие. И, собственно, о них рассказать. Там, может быть, какое-то качество у них не очень. Или наоборот хорошее. Вот. Потом, совершенно недавно... Причем наклейки уже давно лежат. Просто жду третью посылку, чтобы уже все вместе их снять. Вот. Буквально пару дней назад пришла посылка маленькая. Я ее уже открыла, зная, что внутри. Это тоже буду снимать отдельно. Вот. И буквально сегодня забрала две посылки. Вот такая вот желтенькая. Я подозреваю, что внутри либо набор маленьких сверл, либо три кисточки акварельные. Ну, для сверл, как бы, слишком маленький пакетик. Поэтому я подозреваю, что это все-таки кисточки. И пока не буду распаковывать по берегу для обзорного видео. И я думаю, что это уже скоро произойдет, потому что их накапливается опять. Как-то после Нового года они начали опять целыми кучами на меня валиться эти посылки. Вот. И еще пришла вот такая маленькая. Честно говоря, ее я щупала-щупала, щупала-щупала, пытаясь понять, но без понятия совершенно, что внутри. Сейчас посмотрю по своему заказу, что я заказывала. Может быть, там что-то прояснится. Но открывать не хочу. Хочу все-таки сохранить таинство до момента съемки. Мне кажется, это будет интересно. Думаю, что в ближайшее время буду снимать. Эта неделя очень такая загруженная. Я не уверена, что на этой неделе буду что-то выкладывать. Не знаю, посмотрю. А в пятницу мне надо на общую встречу ехать, на трубную, и очень много даров собирать, и подписывать. И вот сегодня, в среду и в четверг этим занимаюсь, упаковываю, подписываю, чтобы в пятницу уже все раздать. Кому в руки, кому на общую почту. И уже на следующей неделе я полноценно возвращаюсь к съемкам, и снимаю, и выкладываю. Так что новые видео не за горами. Просто сейчас очень сложный период, очень тяжелый, очень много всяких дел. И, кстати, я что-то забросила свой ежедневник. Поняла, что буквально на днях, поняла, что нифига, я его не заполняю. И что у меня последняя запись датирована где-то там 12 декабря. Вот. Так что я весь январь прогуляла. Вот. Я немножко свечусь, потому что только что с Ульцей пришла. Там такая жара неимоверная. Просто ужас. Вот теперь весна. Вот. В общем, о чем я? В общем, я поняла, что ежедневник я, еженедельник не веду. И что-то очень забросило его. И январь, можно сказать, прошел мимо. Так что я планирую все-таки на февраль его заполнить. По крайней мере, сделать таблицу на месяц. И написать какие-то основные дела на февраль. Разбить по неделям. И уже, если что-то у меня какие-то есть, дела, ну, такие, которые неизменны, уже туда вписать. И, как бы, записать. Потому что у меня весь этот Новый год и после новогодний период они как-то все пролетели незаметно. Эти дни. И я даже не знаю, ну, ничего не записывала. Как будто все мимо прошло. Вот. В общем, увидимся в следующих видео. И пока-пока. Не знаю, пока это такой мини-вложек получится или что. На этой неделе, если получится, еще поснимаю. И тогда, наверное, выложу уже ближе к концу недели. Поскольку неделя загружена. Еще раз повторяю, получится выложить раньше или нет. Не знаю. Еще же нужно его смонтировать. И всякое такое. Так что увидимся еще, наверное. Надеюсь. Пока. Вот, друзья, сегодня пришла еще одна посылка. Сегодня 24 января. Я подозреваю, что это все-таки наклейки. Те самые, которые затерялись. И я уже могу полностью на них обзор снять. И, наверное, где-то на следующей неделе он появится. Это как раз те наклейки, которые я уже давно жду. И прям очень была рада, что они наконец пришли. Только не ждала, что в таком количестве. И вот у меня у мамы завтра день рождения. Собственно, в Татьянин день. Я опять же извиняюсь за звук. Потому что соседи вообще не дремлят. Делают свой дурацкий ремонт постоянно. И сейчас посмотрим, что там мне подарили. Что мне там завернули. Поскольку был он последний, можно так выразиться. Тюльпанов вообще нигде нету. А у меня мама, ну, большая поклонница тюльпанов. Поэтому я подумала, я буду, ну, оббегаю весь свой район, пока не найду тюльпаны все-таки. Все-таки у меня была надежда хоть какие-нибудь, но найти. Вот. И, в общем-то, в принципе, неплохие такие тюльпанчики. Тут и ирисы, и тюльпаны, и еще вот эти вот маленькие, как их называют, забыла, белые такие розочки. Вот. В общем-то, ну, он, конечно, не первой свежести такой, он пожухлый, вялый. Это видно. Вот. Но, надеюсь, что сейчас корешки обрежу, потому что корешки у него уже почерневшие, такие по коричневому цвету. Обрежу, поставлю в вазочку и презентую. Вот. Так что все-таки тюльпаны я нашла. И, кстати, прикольно, то есть, тетка мне говорит, 500. Я на него посмотрела, говорю, вы знаете, у меня только 300. Она такая, ну, давайте. Я потом иду, думаю, странно, что она так быстро согласилась. Но, с другой стороны, она сама знает, что у нее букет не первой свежести. Чем-то не фокусируется на нем. Вот, ну, более-менее. Вот. В общем, она сама знает, что у нее букет не первой свежести. И что она такую цену за него заломила? Тем более, он последний остался. Он, наверное, на самом деле стоил где-то 250-300. Ну, может быть, 350. И она решила, вот, типа, последний букет я его сейчас за 500 продам. А за 500 его никто не купит такой вялый. Ну, если только мужчина бы какой-нибудь купил в последний момент, который любит запасаться цветами. Ну, в общем, в итоге этого 300 у меня больше просто и не было. Вот. И она мне говорит, ну, давайте 300, я эти 200 потом раскидаю. Так что, смотрите, как маркетинг работает. И она мне снизила цену на 200 рублей. Эти 200 рублей она накинула на какой-то другой букет. И наверняка уже даже накинула гораздо больше и отбила уже давно эти деньги. Вот. У меня такой милый букетик. Ну, какая разница, сколько он проживет. Главное, человеку будет приятно. И я надеюсь, что недельку он хотя бы постоит. Вот. А в цветочные я заходила, вот, это я купила просто в палатке, где цветы продаю. Вот. Почему-то абсолютно не хочет фокусироваться. Вот. Наконец-то. Фокусировался. Вот. А заходила в цветочные такие, знаете, гипермаркеты, где можно и оптом, и в розницу. Там тюльпаны минимум 10 штук можно взять. Причем одна штучка 80 рублей. То есть 800 рублей получается за букет. И здесь вот бутончики, даже не бутончики, а уже такие полноценные, хорошие стаканчики у тюльпанов. А там предлагались закрытые. Вот. И еще в другом магазине тоже, еще даже не распустившиеся, тоже мне предложили за 350 рублей. Ну, у меня всего 300, я бы 350 не наковыряла. Вот. В общем, предложили мне этот самый. Ирисы тоже нераскрытые. За 350 рублей 10 штук. Я что-то посмотрела на эти зеленые палки и думаю, не, не надо мне. Вот. В общем, такой подарок. Ну, на самом деле, просто сейчас все знают, что завтра Татьянин день, и день рождения Высоцкого, и день студента. И как бы сейчас очень большие наценки делают на цветы. Так что я думаю, что 300 рублей вполне нормально за цветы. Тем более я взяла целый букет, можно сказать. Да еще и здесь подарочная паковка. Вот. Так что всех с наступающим, и с праздником, с днем рождения у кого что. И увидимся в следующих видео. Пока-пока. Привет, друзья. Сегодня у меня такой вот вкусненький ужин. Это две тушеные куриные ножки без кожи. И салат из огурца. Там-там виднеется зелененький болгарского перца и сыра, тоже болгарского. Я его показывала в одном из последних видео о покупках. И заправлено сметаной, вот там немножко 10-процентной. Вот. Три дня сидела на кефире с отрубями, этими самыми овсяными. Тоже я в обзоре на покупки их показывала. Что-то меня вот приспичило, как-то приперло. Три дня у меня был такой ужин легкий в виде кефира с отрубями. Причем первый день я добавляла туда еще сироп сладкий, но поняла, что это какая-то гадость получается. И два дня просто так пила кефир с отрубями, без всяких там добавок. Вполне себе нормально и вкусненько. Вот. В общем, такой у меня ужин. И пошла я смотреть Марьи Сергеевну. И уже до завтра. Завтра у меня большой день, надо кучу всего успеть. И думаю, что еще буду снимать, потому что завтра есть одна интересная идейка. Вот. В общем, пока-пока. Приятного аппетита всем, кто ужинает или завтракает. В общем, не важно. Приятного аппетита. Пока. Пока.